Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армена Кабарамян прочитал лекции во французских колледжах. Совет армянских организаций Франции провел мероприятие. Высокопоставленные чиновники Республики Армении Арцаха посетили Ярабулур. Турецкие вертолеты открыли огонь по демонстрантам. Сборная Западной Армении по футболу попала в группу D. Себастье – провинция Западной Армении. Президент Армена Кабарамян выступил с лекцией, посвященной столетию мирной конференции 11 ноября для группы студентов из французского города Антип. Ученики выразили свое почтение столетию мирной конференции и армянскому вопросу, который является последствием геноцида против армян Западной Армении в 1894 по 1923 годы. Студенты внимательно следили за конференцией, задавали актуальные вопросы и таким образом раскрывали историю Килики и Западной Армении, а также последние события на Ближнем Востоке. В присутствии президента Западной Армении Армена Кабарамяна, член парламента Западной Армении Андроник Азелазян, официально получил удостоверение личности Западной Армении и свой парламентский мандат на пятилетний срок. Стоит упомянуть, что господин Андроник Азелазян – президент Армянского церковного совета в Марселе, был недавно избран председателем Совета Армянской апостольской церкви во Франции. Республика Западная Армения поздравляет господина Андроника Азелазяна и желает продолжить это исключительное обязательство с гордостью и решимостью. пользуясь моральной поддержкой президента Западной Армении Арменака Абрамена. По случаю 26-й годовщины вооруженных сил Республики Армения, высшие должностные лица Республики Армении и Республики Арцах посетили Ераблур, чтобы почтить память тех воинов, которые пожертвовали в своей жизни ради независимости Родины. Президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бакоса Акян, его святейшество Гарегин II, католикос всех армян, председатель Национального собрания Республики Армении Арарат Мирзаян, министр обороны Давид Тоноян и другие официальные лица посетили пантеон Ераблур. После исполнения государственного гимна Армении собравшиеся возложили цветы и венки к могилам с парапета Вазгена Саркисяна, полководца Андроника и воинов, погибших в Арцахской войне. 16 января десятки иракских демонстрантов в Иракском Курдистане вошли на турецкую базу в Шеладиде, вблизи города Дахук в Иракском Курдистане, после чего оккупационная турецкая армия открыла огонь. МИД Ирака осуждает турецкие обстрелы иракских демонстрантов, которые протестуют против военного присутствия в районе против присутствия турецких сил, не упоминая причину. В Ираке идет волна протестов против присутствия иностранных сил Турции, НАТО и США. В заявлении, опубликованном 26 января, иракский МИД осудил действия турецких войск в иракской провинции на северо-востоке Ирака по подозрению в стрельбе по иракским гражданам, в результате которых несколько человек были убиты и ранены. Ранее десятки иракских демонстрантов вошли на турецкую военную базу, подошли несколько танков и военных машин, были ранены несколько турецких офицеров и несколько взятых в плен. Этот протест против военного присутствия Турции в Ираке имеет место, как на уровне населения, так и со стороны иракского руководства, которые хотят вывести завоевательные силы США из страны. Иракские группировки активизировали свои усилия, чтобы Багдад прекратил сотрудничество в области безопасности с Соединенными Штатами и вывести американские войска из страны. В польском Кракове состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы по футболу Конефа. Сборная Западной Армении по футболу во главе с экс-капитаном сборной Армении по футболу Арутюном Вартаняном попала в группу D с командами Южной Осетии и Сокяна. Напомним, что чемпионат Европы Конефа пройдет с 5 по 14 июня в Арцахе. В июне 2018 года западноармянская команда приняла участие в чемпионате Конефа в Лондоне и дошла до четвертьфинала. Деревня Синджан расположена в 25 километрах к северо-западу от города Тигрик в провинции Себастье, Западной Армении. Деревня была разрушена, а население было убито или насильственно перемещено в 1915 году. В начале 20 века в Синджане было 70 армянских домашних хозяйств. В 1315 году Синджан была построена церковь Святого Георга, в селе была армянская школа. Деревня Армтак также расположена в долине Тигрик, в Себастье и Западной Армении, в 10-11 километрах от деревни Тигрик, в долине притока Ефрата. Большая часть населения Армтака погибла во время геноцида против армян в 1915 году, а другая часть была депортирована. В 1909 году было 600 армян, 70 домов, в селе была церковь и начальная школа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Патыфунем» в исполнении Армена Павусяна. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok